В Академии Шульмана, представляете, каких высот достиг? Обучал детей и взрослых самообороне и, в общем, помогал советами по самодисциплине. Повыше Альджамент Стерлинг, да и руки у него подлиннее, но, в общем, Джимми Ривера не славится своими габаритами. Он очень только коренастый спортсмен. И, в общем, говорили о том, что он может даже при желании спуститься в 125 фунтов. Академии Шульмана, мигфорчал-artист, полный профессионал-рекорд. 16 wins, 3 losses. Он stands 5-7-х tall, weighing in at 136-плbs. И, в общем, от Униondale, Нью-Йорк, представительный номер 7-ranked бантам-вейт-контендер в мире, Альджамент Пупмастер-старлинг! И, в общем, он не может быть виноват, альджамент Пупмастер-старлинг! И, в общем, от Унион, в виде корня, а мигфорчал-artист, полный профессионал-рекорд. 22 wins, 2 losses. Он stands 5-4-х tall, weighing in at 135-плbs. Пупмастер-старлинг! Альджамент Рамзи, Нью-Йорк, альджамент Пупмастер-старлинг! Презентр-старлинг! The номер 5-ranked бантам-вейт-контендер в мире, Джимми Элтера Ривера! Есть, что терять бойцам, так что думаю, что будет плотный бой, плотный, конкурентный. Ни тот, ни другой не сомневаются в своей победе. В предматчевых интервью, в общем, с улыбкой, они говорили о том, что с удовольствием плодлят в свои победные серии. Ну, у Ривера серии пока нет, одна всего лишь победа над Джоном Додсоном. Тем временем, посмотри, на каких скоростях начинается бой. Стерлинг очень быстро залетает в ноги, уже пытается пройти, пока у Риверы получается защищаться. Очень тяжело переводить в партер Джимми Риверу. Я даже не уверен, что хоть кому-то в UFC это удавалось. Очень низкий центр тяжести у парня с пуэрториканскими и итальянскими корнями. Сейчас прикладывает. Посмотрите на гримасу Альджимейна Стерлинга. Все усилия он прикладывает, которые может, но Джимми Ривера просто не... Не только не дал себя перевести, но еще и пока переигрывает Стерлинга. И теперь уже сам его подпирает к сетке. Никакой серьезной активности не происходит. Ладонью бьет Стерлинг сейчас по лицу. А Ривера контролирует, уже подключает колени. В общем, Стерлинг тоже не остается в долгу. Хорошо, очень уверенно работает в контроле Джимми Ривера. Отпускает сейчас своего соперника. Пытается какую-то активность продемонстрировать Альджимейн Стерлинг, но вот Ривера сейчас справа попытался попасть, но, по-моему, заблокировал это Альджимейн. Хороший лоу-кик в исполнении бойца из Нью-Йорка. Затишье в стойке. Никогда, в общем, не славился Джимми Ривера тем, что идет вперед и на пролом. Он очень здорово работает вторым номером, он очень здорово встречает. Он не дает переводить себя в партер и, в общем, отвечает на встречу. Всегда на отходе отлично работает. Очередная попытка Стерлинга перевести бой на землю. Стоит уже на коленях, пытается подхватить ноги. Но Ривера как будто без труда продолжает обороняться. Действительно, тут сказывается и низкий центр тяжести, еще и борцовская тоже какая-то школьная база у Риверы. Он определенно знает, что делать, чтобы его не сбросили. Только я это сказал, и Стерлинг практически сделал это. Не переводит Стерлинг, но, тем не менее, потратил он достаточно много сил, я уверен, на попытку амплитудного броска. Хороший Ривера, какой баланс. На, устоял, устоял. Призывает к активности. Рефери, не нравится ему. Какая-то нейтральная позиция, где ничего не происходит. Больше половины раунда уже позади. Две минуты осталось до конца. Стерлинг пробивает из стомпы, бьет по стопам Риверы. Вот если верить статистике, действительно, еще никому не удавалось перевести Джимми Ривера в партер. За семь его. Это восьмой поединок его в UFC. Ну, посмотрим, сможет ли Стерлинг сделать это первым. Добавляет колени сейчас Алджемейн. Выглядят они существенными. Главное, чтобы не попасть сейчас в пах, поскольку очень близко к этой зоне. Да, просил рефери, предупредил он о пассивности и развел бойцов. В принципе, логичное решение. Толпа уже начала гудеть. Так неодобрительно. Мало что получается у Стерлинга, если честно. Вряд ли работает его геймплан сейчас. Убрал ногу из-под лоу сейчас с Алджемейн Стерлинг. Алджемейн определенно хотел бороться, но пока бороться не вышло. Кричит, let's go, Matt, sir, let's go, Aljo. Всегда он так делает во время поединков Стерлинга. Теперь уже Ривьера пытается забрать ноги Алджемейна для перевода. Ситуация поменялась на 180 градусов. Ну что, удастся ли перевести? Капа выпала изо рта. Видимо, Джимми Ривьеры судья не останавливает, ждет, пока закончится. Какое-то активное действие, чтобы вернуть Капу на место. Ну вот по-прежнему пытается Джимми Ривьера перевести, но Стерлинг пытается своими всеми силами отбиться от этих попыток. Уже 8 секунд. Видимо, рефери дождется. Окончание Бейдинга раунда, чтобы отдать Капу обратно бойцу. Заканчивается раунд. Идут к своим угловым бойцы. Ну, Стерлинг выглядит свежим. Да, и Ривьера тоже, в принципе. Вот говорят, что Стерлинг зарабатывает очки. Когда Джимми Ривьера держит его у сетки. Не нужно стесняться. Просит Джимми Ривьера быть поактивнее. Ну, вот Ривьера говорит, что все в порядке у него с руками. Не забились они. Тренер говорит, покажи себя во всей красе. Не сомневайся в себе. Нужно идти в атаку. Не нужно бояться Альджи Майна Стерлинга. Мэтт Сера эмоционален, как всегда. Ну и чаще всего мы слышим из угла именно «Летс гоу, Альджу». Начинается второй раунд. Левый хоккейк очень хороший, да. Провел Альджи Майна Стерлинг. Правый лоу. Сейчас попытался что-то изобразить в прыжке. И второй раз так же. А вот сейчас вот падает в партер Альджи Майна Стерлинг. Неудачная его попытка удара. Двойной удар ногой какой-то собирался исполнить Стерлинг. Но Ривьера контрит и переводит бой на землю. Пытается набросить то ли треугольник, то ли армбара. Альджи Майна Стерлинг и встает. Но судя по всему Ривьера дал ему встать, дал ему подняться. Не захотел. Джимми тоже не хотел бороться. Проход в одну ногу. От Альджи Майна Стерлинга Ривьера защищается. Здорово, как всегда. Отличный баланс у него. Он пытается контратаковать. А вот Альджи Майна не унимается. Для него это как будто уже дело принципа. Что, мол, раз за разом не получается. Хотя бы один разочек нужно, чтобы прошло. Пока ни разу не удалось Альджи Майну Стерлингу перевести Ривьеру в партер. Эль Террор очень хорош. Арена гудит. Не нравится публике тактика Стерлинга. Вот снова предупреждает. Какой нетерпеливый рефери. А уже не первый раз предупреждает о пассивности бойцов. Да, рефери-рефери рознь. Просит Альджи Майна Стерлинга улучшать позицию. Но вот уже и Ривьера в более активной ситуации. Не проходит хай-кики. Один вот был очень неплохой у Альджи Майна Стерлинга. Но вот с тех пор Джимми Ривьера все блокирует. Но Стерлин как будто и не вкладывался в них сейчас. Он так чисто обозначил. Мол, я так могу ударить. Опять вылетел Капову изо рта Ривьеры. Рефери. Не очень доволен рефери. Еще раз. Снова хай-кик. Но в блок. Опять в блок. Да есть преимущество в длине рук у Альджи Майна Стерлинга. Но пока... Ох, посмотрите, попадает. Но такое ощущение, как будто не потрясен Джимми Ривьера. Хотя и упал. Но Стерлинг все равно хочет добиваться. Хотя отступает сейчас. Снова попадает справа Альджи Майна Стерлинг. Хай-кик. Идет вперед. Ривьера пытается защищаться. Но Ривьера не выглядит потрясенным, тем не менее. Но Альджи Майна очень уверенно продолжает напинать. Хорошо попадает. Хорошо попадает Альджи Майна Стерлинг. И пусть не слишком акцентированы эти удары. Они в глазах судей явно поднимают его. Два фронткика и два левых удара в корпус прошло сейчас у Стерлинга. Да, пропускает Ривьера. Но вот сейчас попытался пойти вперед. Но здорово встретил его Стерлинг. Опять попадает. Дважды попадает. Раз за разом. Отлично работает по корпусу. По-моему, Стерлинг понял, откуда ему бить так, чтобы Ривьера не мог ответить. Но нужную дистанцию подобрал дальнюю. И оттуда бросает раз за разом. Довольно короткие руки, откровенно говоря. И Антрепомин снова падает капой. Я думаю, что рефери вполне может сейчас предупредить Джимми Ривьеру, что за следующий такой поступок он может снять его очко. Да, так и сказал, так и сказал. В следующий раз Джимми будет лишен одного очка. Ну, третий раз уже падает у него капа. В общем, на ровном месте, не от удара. Это довольно странно. Может быть, не подходит по размеру, хотя может быть такое на таком уровне. Дышит слишком активно. Открывает рот. Попытался провести тейкдаун Стерлинг, но контрит. Контрит Джимми Ривьера. Давит своим весом сверху. Забирает шею. Удушающий, конечно, пока не проводит, но контролирует Стерлинга полностью. Ну, и не мастер удушающих, откровенно говоря, Джимми Ривьера. Я сомневаюсь, что такому мастеру грэпплинга, как Кальджемейн Стерлинг, из этой позиции что-то сможет сделать Ривьера. Ну, Ривьера просто нагружает. Чисто, чтобы Стерлинг подустал лишний раз. Освобождается Стерлинг, но похоже, что снова охотится за ногами он из этой позиции. С его длиной конечности это возможно, скажем так, провернуть с Ривьеры. Встают соперники. Гораздо больше нравится Стерлинг, если честно, вот в этом поединке, чем он раньше был против мастеров, ну, скажем так, ударных дисциплин. Ривьера к таковым относится, безусловно. Оступился немножко Стерлинг. Ну, попался, сразу после этого попал ногой в голову. О, интересный удар локтем был снизу вверх. Аля Андерсон Сильва. Ох, такой обоюдный лоу сейчас. Смотрите, 38. Такое преимущество. Практически четырехкратное преимущество во втором раунде по значимым ударам в пользу Альджимейна Стерлинга. Вполне возможно, что и первый раунд Стерлинг забрал. Перестреливает пока Альджимейн в чистую Ривьеру. Надо что-то делать Джиме Ривере, потому что великолепно держит дистанцию Альджимейн Стерлинг. И несмотря на то, что не прошел его геймплан быстро перевести бой в партер, он нашел другой. Судя по всему, был у его команды план Б. Не так просто достать Джиме Риверу, но, тем не менее, Стерлинг гораздо успешнее во втором раунде. Да, неожиданно Джиме просто не может придумать, что же поделаться. И даже не садится Стерлинг, обрати внимание. Он на Недли, что ты смотрел. Он очень спокойный. В смысле, активно не дышит. Просит Джиме Риверу отработать все, что у него есть, отдать в последние пять минут. И говорят ему, давай сделаем это боем твоей жизни. Тренер говорит, Джиме, иди и просто выруби Стерлинг. Просто выруби его, ты можешь это сделать. Любопытно, учитывая, что на самом деле... Вот здесь, смотри, ох. Да, хороший был бэкфист. Попадает предплечьем с разворота. Этот бэкфист причем был после удара ногой. То есть это был амплитудный заброс ногой. И сразу после этого он выходит на бэкфист. Там, судя по всему, могут засчитать и нокдаун. В пользу Альджимена Стерлинга. Ох, Ривера решил пойти вперед и пропустил дважды сейчас. Сначала рукой, потом ногой. Ну, Стерлинг пытается удивлять. Попытался вроде бы перевести Ривера, но не пошел бороться. Нужно прибавить в активности Джимми Ривера. Но недостаток длине рук, наверное, мешает ему все-таки контролировать дистанцию. Что, в общем, логично. Это мешало ему и в первом и втором раунде. В общем, это частенько мешало ему и в предыдущих поединках. Хочет Джимми. Явно хочет сделать то, что попросил. О чем попросил его тренер, но вот он сейчас дошел до дистанции, откуда уже Стерлинг не дает ему приблизиться. Опасен, опасен Элджимейн. Есть риск, что... А Ривера уже заряжается. Так не проводит он серии. Попытался зарядиться сейчас несколько раз справа. Неудачно. Очень выбивают из колеи такие промахи. Особенно в ситуации Джимми Ривера, когда, скорее всего, проиграл он оба раунда. Хотя с первым еще есть вопросы. Как считаешь? С первым не все так однозначно, но со вторым там точно. Ну вот говорят в углу Джимми Ривера, кричат ему буквально, что ничего нет у Стерлинга, нечем удивить, поэтому нужно идти вперед. А вот попытался все-таки удивить Альджимейн Стерлинг. Практически провел тейкдаун, но Джимми Ривера снова с отличным балансом отзащищался. Еще и успел апперкот добавить по Стерлингу в процессе. Попадает джеб Альджимейн Стерлинг. Ривера идет вперед, но не обладает он все-таки таким нокаутирующим ударом, чтобы рассчитывать на то, что за три минуты до конца, будучи, в общем, довольно уставшим, он сможет вынести и нокаутировать Альджимейна Стерлинга. Еще и переломить ход боя. Непонятно сейчас, кому из бойцов кричат «держи дистанцию», скорее всего, это адресовано именно Стерлингу. Попадает, попадает Стерлинг, использует длину конечности и очень здорово. Прогрессирует в этом компоненте Альджимейн Стерлинг. Например, когда он дрался с Рафаэлем Ассенсао, было это довольно давно, конечно. Январь 2017 года, больше двух лет назад. Но тогда он выглядел совсем беспомощно в этом компоненте. Снова хай-кик слева. Так, активно работает ногами. Вот здорово, кстати, сейчас Ривера прошел в гард. Да, после этого удара ногой он сбросил Стерлинга. И мы видим сейчас сайд-контроль. Да, не пошел он в гард, сразу занял сайд-контроль. Обошел ноги, которые так активно выбрасывал Альджимейн Стерлинг. Ну, чувствую я, что Альджимейн сейчас достаточно легко поднимется. Ну, поактивнее, конечно, в третьем раунде Ривера. Но все-таки не делает он ничего, чтобы пойти на все деньги, что называется. Видимая кровь уже на лице у Риверы. Заряжается Ривера сейчас снова, но промахивает. По корпусу попал, а вот правый боковой такой размашистый прошел мимо головы соперника. Чуть больше минуты до конца уже. Все сложнее для Риверы будет что-то изменить. Неплохой лоу от Альджимейна Стерлинга. Держит он дистанцию и, в общем, уверен он в том, что этот поединок он забирает. Ривера идет вперед, но пока безуспешно. Снова попытался выдавать с разворота. Хороший удар ногой. Да. Есть ощущение, что опасаются просто. И как начали не слишком активно опасаясь друг друга эти бойцы, так до сих пор продолжают это делать. Не дал Стерлинг развернуться Джимми Ривере. 15 секунд до конца поединка. Ну и, видимо, Стерлинг забирает этот бой. И уже и сам не торопится удивлять соперника, учитывая, что он знает, что побеждает. Вот сейчас на встречном движении попытался провести снова тейкдаун, но Джимми Ривера снова сконтрил. Ох, очень опасное было удушение, но не успел. Не успел ничего сделать Джимми Ривера. Уверен в своей победе Альджимейн Стерлинг. Посмотрите. Не слишком зрелищный бой, откровенно говоря. Бывают такие бои, когда соперники более-менее равны по силам. Все решают какие-то нюансы. Нивелируют они сильные стороны друг друга. И поединок не получается таким, как хотелось бы. Несмотря на то, что это было два топа самых, серьезно скажу так, топа легчайшего веса. Тем не менее, что называется, битва стиля. Они как бы столкнулись лбами. И, ну, вот, возможно, стиль Стерлинга был таким криптонитом для Ривьеры. И Ривьера просто не смог придумать ничего взамен. И действительно ничего не показал, кроме отличной защиты от тейкдаунов. Это все, что мы смогли увидеть от Джимми. И, к сожалению для него, он еще дальше отбрасывается сейчас от возможного выхода на титульный поединок. А вот Стерлинг садится на хвост Морайесу и будет следующим после него в очереди на титульный. Хотя нет смысла ему, конечно, столько ждать. Скорее всего, он проведет еще какой-нибудь бой. Ну, а в случае, если вдруг, если вдруг UFC захотят сначала Тиджей Дилышу отправить, не защищать свой пояс против настоящих претендентов, а биться еще разок в реванше с Генри Сихуда, то, возможно, мы увидим какой-то либо временный пояс, либо что-то еще такое увлекательное. Вплоть до реванша Стерлинг-Морайес. Кто его знает? Смотрите, подавляющее преимущество, в принципе, даже во всех раундах за Джиммейном Стерлингом. В одну калитку, что называется. Стерлинг побеждает 30-27. Все три. Судьи отдали все три раунда в пользу Алджемейна. У Джимми не было.